Встреча с SkyWorld Community 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 Все люди пользуются питанием, все люди пользуются нашей планетой. И теперь с помощью народного финансирования и интернета люди сами могут менять жизнь на планете. Встреча с SkyWorld Community Встреча с SkyWorld Community Наши технологические уклады, то есть технологические прорывы такие, революции, от эволюции к революции. С появлением новых технологий наша жизнь становилась, так скажем, менялась до неузнаваемости. Новые возможности, новые скорости, новые способности. Металлургия появилась, железная дорога очень сильно изменила грузоперевозки, пассажироперевозки. Мир стал настолько быстро передвигаться, настолько быстро расширяться, обмениваться. Потом появилась электроэнергия, которая давала огромную автоматизацию, которая позволила и работать и днем, и ночью в еще большей степени. Четвертый технологический уклад – снова нефтехимия, автомобилестроение и авиация. Так много изменений произвел четвертый технологический уклад, и часть его сейчас отлично модернизируется и служит нам, как авиация и какая-то часть авто направления. Пятый технологический уклад – тот мир, который мы знаем сейчас. Виртуальная реальность, интернет и гаджеты. Дали супервозможности по данным и скорости их передачи в нашем мире, что вывело нас на вот такую ситуацию, где у нас есть и блокчейн, и фиатные валюты, и криптовалюты, и облака, где мы можем содержать много информации. Множество-множество полезных вещей, о которых кто-то, большинство не догадывалось. То есть кто-то понимал из ученых, что в этом будет прорыв, и делал его, но большинство еще на тот момент не знало об этом. И сейчас мы подходим к новой эволюции, так скажем, потому что сейчас с миром происходят большие изменения, и особенно с ее природой, которая на нас серьезно влияет, своими катаклизмами. Вопрос экологии, вопрос передвижения, безопасности очень серьезно повысился. И люди могут быть держателями хотя бы частично шестого технологического уклада, если будут создавать технологии, которые будут необходимы всему миру. Так, например, в пятом технологическом укладе, это вот те компании, которые в большей степени его такие, самые известные, которые сформировали пятый технологический уклад. Было много информации, ее систематизировали, появилась компания Google с помощью нескольких человек, Apple, компания, компьютеры, которые начинали в гараже. То есть мало кто мог понимать, насколько это важно. И не распространяли тогда информацию, интернета-то не было. То есть до такой степени, чтобы в каждой стране человек мог узнать в одно касание, в какой-то рекламе, либо через других, как в народном финансировании, о том, что создается классные технологии или классные возможности, или Alibaba. То есть огромные компании сейчас были маленькими, но с полезной идеей для человечества. И смотрите, какая капитализация у этих компаний. То есть они выросли, это то, что было нужно людям, и это росло и росло и росло. Наши компьютеры. Тогда еще, наверное, не думали, что у каждого дома будет стоять компьютер. А теперь у некоторых и понесколько. И планшеты, и наши телефоны. Вообще так много с функцией в какой-то маленькой плиточке. Раньше не могли подумать. И вот людям было это интересно, и это развивалось. И поэтому так увеличились компании, так увеличилась капитализация. Вон, Alibaba. То есть тот, кто владел 100 долларами компанией 18 лет назад, сейчас эти 100 долларов, то есть это количество акций этой компании стоит миллион 782,5 тысячи. То есть таким способом можно, делая благое дело для планеты, для мира, для человечества, очень серьезно увеличить, так скажем, свой вклад. То есть делаем конкретно мир лучше. И во все стороны это работает. И в мир, и в себе. Вот. Так это пятый технологический уклад. Он, к сожалению, прошел. Было бы здорово, если бы мы могли хотя бы один доллар иметь в одной из этих компаний. Сейчас бы это было целое состояние. Но тогда люди не распространяли это. Не было таких направлений, чтобы так, как сейчас через интернет, как я сейчас с вами разговариваю и стараюсь вкратце поделиться огромным количеством информации, которую я собрал, и сделать как-то так, чтобы передать ей, чтобы вы могли ей воспользоваться. Но по-любому каждый человек хотел бы иметь такую инвестицию для реализации своего потенциала, своей жизни. Сейчас, дамы и господа, эта возможность есть, потому что есть эти народные финансирования, которые таким способом прямо развиваются. И там множество потрясающих технологий. Просто я нашел самую важную. Я нашел ученого, у которого есть серия технологий с развитием дальше, не только на десятки лет вперед, на сотни лет вперед. Огромный вектор и множество технологий. И это лишь первая его технология, которую мы успешно реализуем с помощью народного финансирования. Поэтому стоит задуматься, возможно, это именно та возможность, которой у нас не было 30, 40, 20 лет назад с этими компаниями пятого технологического уклада. Но есть сейчас, при переходе в шестой технологический уклад, когда мы сейчас все делаем быстро, пересилаем деньги быстро, пересилаем информацию быстро. То есть у нас можем созваниваться с другой точкой планеты, разговаривать по видеосвязи с другим континентом. Но все, что мы делаем медленно, так скажем, самое такое важное для прогресса человечества, это перевозка грузов и пассажиров. И сейчас перед вами инновация, прорыв в этой сфере, которую создают люди. 500 тысяч человек вместе поддержали и создали то, что вы видите перед вами. Это все фотографии. Реальная, существующая технология, которая уже более чем наполовину, наверное, сертифицирована. И это главное задание нашего проекта – сертифицировать технологию по всем законам, чтобы ее можно было строить везде. И каждый человек по договору конвертируемого займа может поучаствовать в данной технологии. Это примерно вот таким вот образом происходит. Дамы и господа, устраивайтесь поудобнее. Перед вами будущее, которое уже сейчас реально работает. Все эти транспорты уже катали людей. Это наш экотехнопарк в Беларуси, где мы сертифицируем и демонстрируем наши прекрасные подвижные составы. Более 40 делегаций уже было в данном экотехнопарке. Для того, чтобы посмотреть и убедиться, насколько прекрасная технология получается и какие возможности она дает. У нас есть разные виды транспорта, но нам их необходимо менять, потому что они очень затратны и они очень медленны. И они оставляют большой негативный, так скажем, след на нашей экологии, а значит и на нас. Потому что все взаимосвязано на нашей планете. И наш транспорт, который дольше всего служил, это плавательный транспорт, он, к сожалению, не дает нам огромную скорость. Огромные объемы можно на нем перевозить, но тогда это занимает недели, иногда даже месяцы. То есть для 21 века, для человека 21 века это уже не подходит. Вы, конечно, скажете, что у нас же есть огромная часть авиации, если нужна скорость. Но насколько это дорогостоящее, насколько это безопасно? Как бы считается, что это безопасно, но это из-за того количества проверок и, так скажем, ремонтов, которые необходимы таким транспортным средствам. Ну, представьте, какие это затраты. И как много времени мы тратим, чтобы добраться до аэропорта, потом попасть на сам терминал, потом попасть на самолет, пока он прилетит. И там в обратную сторону то же самое. То есть мы тратим огромную часть средств и огромную часть времени на то, чтобы переместиться. И очень большой экологический след от двигателей внутреннего сгорания. Здравствуйте, Киргизия. Очень рад приветствовать вас на этой встрече. Мы как раз говорим о том, что мы сейчас способны поменять транспорт, а у нас уже есть отличная замена. И я привожу примеры, почему это можно сделать. Потому что та же железная дорога, да, она в последние 200 лет дала так много, так скажем, изменений, скорости для роста нашей цивилизации. Но, и хотя она уже везде есть, скорость погрузки и разгрузки, с учетом погрузки и разгрузки, средняя, 15 километров в час. То есть для человека 21 века это уже не подходит. Плюс эти составы, они все равно находятся на первом уровне. Эти дороги перерезают огромное количество той площади, которая необходима нам для жизни, которая предназначена для живого. Наша же планета живая, и мы живые, флора, фауна и человек. Поэтому первый уровень нам необходимо освободить. И эта картинка точно показывает, что это действительно так. Это наши дороги. То есть более пяти площадей Великобритании – это только асфальт, закатанные в асфальт площади, которые по факту мертвы, не дают никаких плодов, не дают никакого кислорода и занимают первый уровень. Дело его небезопасным для жизни. Это самый полезный транспорт, потому что он индивидуальный. Но он был полезен до определенного времени, пока его не стало слишком много. И это действительно необходимо решать. Потому что у нас 8 миллиардов, и мир стоит из-за транспортного сообщения. А у нас есть возможность это изменить. Ведь наши города, в которых мы живем, на что они похожи? Сейчас из-за транспорта, из-за техногенной сферы эти города похожи на микросхемы, наверное. Точно не для жизни чего-то живого. Нет голубого, нет зеленого цвета, нет воды, нет свежего воздуха. То есть мы видим, что наши города расстраиваются, расстраиваются, как только возможно, потому что это необходимо. Но первый уровень дорог, он всегда будет нас ограничивать и всегда будет делать это небезопасно. Это площадь небезопасная. Мы, конечно, видим, что логистика меняется, но мы также зависим от этого уровня. И всегда должны быть в полном внимании сами, со своими детьми, со своими животными, чтобы этот первый уровень дорожный, транспортный нас не задел каким-то образом. Но это же хочется поменять. Можно же сделать по-другому. И это возможно. Люди приходят повсеместно. И в больших городах, и в маленьких, и в очень развитых странах, и там, где экономика послабее. Мы видим, что транспорт растет. Сообщение, необходимость, особенно в аэропотреблении, необходимость перемещения, торговли, учебы, работы очень сильно возрастает. То есть вот справа вы видите на фотографиях Индонезия, Индия. Нету возможности построить хорошее сообщение, хорошую дорогу с радметками, светофорами, либо круговым движением, чтобы как-то это на ограниченном первом уровне уместить и сделать это безопасным. Поэтому люди по факту здесь передвигаются просто сами. И поскольку они передвигаются просто сами, скорость этого, чтобы было безопасно, чтобы учесть, когда становится очень маленькой, то есть очень непредуктивно транспорт. То есть у нас остается, как будто мы снова с лошадьми по скорости, просто у нее грузоподъемность гораздо выше, например. Хотя, кто знает, какие лошади крепкие были там 200 лет назад, 300. Но посмотрите на города и страны, где много людей. Например, как Китай или там Лос-Анджелес, большие города, Москва. Здесь 40 полос идут на сужение. Просто представьте, какое количество времени тратят люди, чтобы пройти этот рубеж ради своей работы, учебы, вернуться к семье, либо торговать. Как много энергии тратится в двигателе, как много испарений негативных. То есть транспорт, который был когда-то полезен, сейчас довелся до степени, когда он приносит очень много вреда. И то есть его полезность резко снижается. И он становится менее эффективный из-за его количества. То есть нам каким-то образом не будем разгрузить это. Слава богу, мы знаем все, что у нас есть такой способ. Ведь мы видим, что даже уже небольшие города, в 100 тысяч, даже меньше, имеют пробки, имеют проблемы. Все дворы забиты, вечером машину некуда поставить. Это повсеместно происходит. Потому что все люди съезжаются, урбанизация происходит. Люди хотят быстро добираться до разных своих интересов, до разных задач, находясь в городе. То есть расстояние должно быть небольшое, чтобы мы и это успели, и это успели, и это успели. То есть получается, скорость либо ограничивает нас, либо принуждает жить в бетонных джунгах, в муравейнике. А чем больше мы туда съезжаемся, тем дороже мы платим за каждый квадратный метр, тем больше мы платим за каждую, так скажем, услугу, за каждый продукт, за наше жилье, за наше обучение. Это можно изменить, если у нас будет скорость выше, например, 500 километров в час, а внутри города 150. Без пробок. То есть еще и с новой логистикой. Таким способом мы сможем с утра просыпаться и не видеть балкон вот такой в полном мраке с соседом и его постирными вещами. А быть на природе. Мы можем находиться либо вблизи города и быстро добираться, то есть 150 даже, если или 500 километров в час, быстро добираемся до города, и там по любой ветке 150 километров – фантастическая скорость. Как говорит Анатолий Эдуардович, не более 20 минут должен человек проводить в движении по городу, чтобы достичь свою цель. Либо можно жить еще дальше. И с решением последнего километра, с самыми простыми и легкими, экономичными, так скажем, трассами можно добираться до города без проблем. Либо 500 километров в час. Представьте, вы можете работать в соседнем городе, либо даже в соседней стране и возвращаться домой со скоростью 500 километров в час. И жить в экологии, дышать чистым воздухом. И платить гораздо меньше, конечно же. Ведь если мы посмотрим на наши города, они перестают строиться для людей. В каждом, конечно, по-разному это выглядит, но некоторые действительно уже неудобны для того, если ты пешеход. То есть машина обязательно. Это, опять же, загромождение всего первого уровня. Пассажиров куда угодно выносят. То есть техногенная сфера постепенно начинает подминать права живого. Потому что у нее вот такая вот способность. Она, во-первых, пользуется, так скажем, пространством. То есть есть эта плоскость, которая ограничена. То есть в городе, в котором много пробок, вот решают, например, таким способом. Делают второй уровень дороги. Да, пропускная способность очень серьезно увеличивается. Но смотрите, для жителей первых четыре этажа никогда больше не увидят прямого солнечного света. Так не должно быть в месте для нашей жизни. Там, где мы должны отдыхать, цвести, учиться, общаться с нашими любимыми и близкими. То есть не подходит такой способ. И первый уровень, он действительно не резиновый. Здесь можно провести, например, в Лос-Анджелесе. Я был в этих пробках. Не в то время, не в том направлении выйдешь. И 3-4 часа ты можешь потратить. Потратить пустую. Можно сказать. И причем тратится огромное количество топлива. Это такие испарения. Над Лос-Анджелесом, когда отъезжаешь на километр-два, видно прям такой плотный слой, смоук, такой сгущенный, слегка серый, даже можно сказать с чернотой. Это все транспорты в большей степени. Но там 20 миллионов человек и 20 миллионов машин. Но это и абсолютно нормально. То есть такая крайность. То есть у нас сейчас есть возможность все эти непродуктивные, дорогостоящие, недолговечные способы перемещения убрать с поверхности Земли. Освободить ее для нас, для жизни, для флоры, фауны и человека. Для того, чтобы это было там в изобилии. Мы же часть этого. А транспорту дать другой уровень. Но более разумно, более приятно для жизни. Точно, скорее всего, не так. Мы видим, что это переполнение как для пассажироперевозок, так и для грузоперевозок, оно слишком широко. И все эти перемещения, у нас же сейчас товары с разных стран. То есть получается, все, чем мы пользуемся, мы везде за простое платим, за маленькую скорость платим, за какие-то хранения наших грузов тоже, например, платим. Наше же перемещение неэффективное тоже. Тратим больше времени, меньше зарабатываем, меньше отдыхаем. Это та сфера, которая действительно сейчас шестой технологический уклад. Его можно будет так озаглавить, если мы сделаем такую революцию в транспортной среде. И как много жизней это спасет. Ведь так много людей, рискуя своей безопасностью, но стараются добираться до работы, до учебы, для своей семьи. Более полтора миллиона человек в год погибают в автокатастрофах. Больше, чем во всех других происшествиях. И около 10 миллионов становятся инвалидами. И главная проблема в этом, дамы и господа, то, что они находятся на первом уровне. Поэтому я и говорю, что это касается всех. Как приятна мысль, что когда вы выходите на улицу, и ваш ребенок, ваши дети с домашним животным, вам не нужно волноваться, что где-то проедет рядом очень близко поезд, троллейбус, трамвай или автомобиль. Это же потрясающее ощущение, когда все пространство рядом с нами предоставлено этому живому. Цветет и пахнет, дает плоды, кормит нас. То есть мы можем это действительно сделать, если вынесем транспорт на второй уровень. Тем более он будет гораздо быстрее и безопаснее. И тем более еще экологичнее. Логистика также поможет нам справиться с существующими проблемами, которые у нас есть в транспортных отраслях. Ведь смотрите, логистика, если у нас транспорт проходит на другом уровне, то убирая транспорт и отсюда, мы можем очень серьезно изменить облик наших городов. Ну давайте по порядку. 200 человек в 177 машинах занимают около трех кварталов места. То есть сначала они передвигаются долго, плюс дистанции, и уже много места в движении такого опасного, динамичного. Минус в нашем городе. А потом они стоят долгое время. Либо там, где мы живем, либо там, где мы работаем, стоят и занимают опять огромное количество места в городе, где много людей живут, живые живут. То есть там могли быть клумбы, там могли быть плодовые деревья, трава, фонтаны. То есть что-то, что более подходит для места живого. Ведь если мы уберем машины, то тех же 200 человек, посмотрите, они на порядок меньше места занимают. Точно в две трети, а то и в 10 раз. То есть саму полезную работу, чтобы провести, нужно очень даже немного. И смотрите, если этих 300 человек в три автобуса направить, электроавтобусы, например, как сейчас популярно в Европе, они отлично выполняют свои функции, то мы точно в 10 раз уменьшили поверхность, площадь, которая нам нужна для этой положительной работы, в 200 человек перевести. И с разумной логистикой это получится сделать очень здорово, экономично. И вся остальная часть пространства, хотя бы боковые линии, могут быть использованы под живые насаждения. То есть наши города преобразятся. Мы станем лучше себя чувствовать от того, что дышим более чистым воздухом. Ну или если идти дальше, один легкий поезд. Экологический, быстрый, легкий поезд, который проходит где угодно. То есть вы можете ставить станции так, как угодно, проходить кварталы поперек, по диагонали на любой высоте и проходить сквозь здания. Потому что это позволяет наша струнная технология. С таким способом посмотрите, как много места в наших городах, места для жизни мы разгружаем. Одним лишь этим делом. Когда будут наши линейные города от Анатолия Эдуардовича, это будет вообще просто потрясающе. Но все существующие города также по технологиям Анатолия Эдуардовича можно переделать, прийти на помощь. Особенно там, где сейчас огромный перегруз. Потому что землеотвод для нашей технологии минимальный. Как это будет выглядеть? То есть есть станция, вы открываете приложение на телефоне, например, или на компьютере, и говорите, вот, иду на эту станцию, во столько буду, мне необходимо вот туда. Все это набираете и идете на станцию. Либо это на телефоне. Приходите на станцию, и к моменту, как вы туда уже пришли, приходит транспортное средство. Вы поставили, к примеру, что вам нужно попасть в определенную точку, это через 10 возможных остановок таких, струнного транспорта. И вы, и единомышленники, которые едут отсюда же, туда же, именно на вашу остановку, заходите в транспортное средство, абсолютно не затрачивая свою энергию и внимание на происходящее, на самодвижение, что вам не нужно управлять этим процессом. Вы полностью свободны. Вы без остановки, выходя на главную магистраль, двигаетесь со скоростью до 150 км в час, то есть даже в большом городе не больше 20 минут, и приходите на свою остановку без промежуточных остановок. То есть один раз только разгоняетесь и один раз только тормозите, все остальное время вы поддерживаете максимальную скорость. То есть скорость перемещения вырастет на порядке, и экономичность всей системы, опять же, работает прекрасно. Логистика такая позволит нам жить в городе просто с потрясающей эффективностью, а также позволит жить и за городом с такой скоростью, как 500 км в час. Также, кроме пассажироперевозок, наши грузоперевозки, как я и говорил, мы платим за то, что мы видим здесь, за этот простой, за перегрузки, за время не очень быстрой доставки с помощью захода в порт большого корабля и так далее. Но Анатолия Эдуардовича Юницкого есть возможность, есть разработки, как делать порт на шельфе моря, то есть в каком-то расстоянии от берега, и к нему идет наша струнная технология, струнный транспорт. И транспортному средству плавательному необходимо подойти вот к этому краешку. То есть не нужно делать огромный порт и изменять ландшафт всего этого пространства. Нужно лишь подойти, и по мере выгрузки наши юнитраки, умные полуандроиды транспорты, будут уже вывозить с шельфа моря, с этого порта, на материк груз, и он будет быстро доставляться в нужном его направлении. То есть мы сократим эти скорости, точнее, увеличим очень сильно скорости и получим огромную пользу, потому что все будет стоить дешевле. Нету застоев, не нужно содержать этот огромный порт. Нам говорили из Бельгии, что простои у большого такого вот корабля миллионы долларов могут стоить. Представьте, больше миллиона долларов за вот простои, за то, что все не работает настолько эффективно, насколько сейчас выросло потребительское общество. Ну и это тот транспорт, который действительно, вот один транспорт встал, и пробка на полпланеты стоимостью миллиарда долларов, которая стукнула по экономике множество стран. У нас есть возможность, кстати, компания Unisky Street Technology уже предложила решение, как по Суэрскому каналу можно сделать наше транспортное сообщение для перевозки грузов, что будет очень-очень экономично в эксплуатации и стоить в 10, по-моему, раз дешевле, чем строительство самого канала, так скажем, его модернизации для подобной работы. То есть наши главные две проблемы, которые касаются каждого, это перегрузка транспортных путей. В общем, особенно первый уровень нас интересует и отсутствие безопасности на том же самом первом уровне. То есть мы, дамы и господа, должны понимать, что сейчас мы способны управлять этим, мы способны менять это, и никто это быстрее не сделает, чем мы сами. Общим, так скажем, единением. Мы строили дороги всегда, нам необходимо перемещаться, но наша планета живая, и этот первый уровень, он нам необходим, то есть можно более разумно тратить эти ресурсы и более разумную дорогу строить. Человек не замечает, какое влияние его техногенная сфера, и особенно транспорт, делает на окружающую среду, потому что многим, к сожалению, они рассматривают только прибыль. И раз серьезные, влиятельные люди на одной стороне, единиц делают подобное, возможное противостояние, так скажем, не противостояние, а исправление, налаживание, возможно только от народа, от множества с меньшим влиянием, но они вместе. Потому что мы часть этого мира, мы дышим этим воздухом, и мы живем в этих городах, где развиваются наши дети. Те сейчас изменения, которые делают, какие-то фонды небольшие, либо переход на электродвигатели, это, конечно, хорошо, но настолько ли это изменит ситуацию? Говорят, чисто не там, где убирают, а чисто там, где не сорят. То есть откуда будет добываться электричество для этих электродвигателей? Скорее всего, в 9 из 10 случаев этот киловатт будет добываться с помощью сжигания каких-то, так скажем, частей нашей планеты, наших природных ресурсов. И это будет не экологично, это будет оставлять огромный след. Поэтому новая экология, новое энергопотребление, энергодобыча, она сейчас один из важнейших вопросов. И, слава богу, у Анатолия Эдуардовича есть эти технологии. Он рассмотрел и представил электростанции, которые могут работать с помощью сланцев, которые есть у нас в почве, и угля. Определенная система, которая на выходе будет давать и электричество, и для 10 миллиардов человек нам сейчас, то есть для человечества, на 5 тысяч лет как минимум хватит его экологического способа получения электроэнергии. И плюс к электроэнергии чистой мы получаем гумус, специальное, так скажем, вещество. Это один из проектов Анатолия Эдуардовича, с помощью которого мы можем озеленять хоть даже пустыню. И сможем те наши города, вот эти лишние бетонные полосы для автотранспорта, сможем заменить на жизнь, на цветение в том месте, где мы живем. У нас есть возможность изменить тот мир, который мы начинаем видеть сейчас, как на этой фотографии, потому что наша планета меняется, так как мы самая влиятельная семья на ней. Хотя мы всего одна семья, один вид из 12 миллионов на нашей планете. Но то, как мы влияем, мы должны это увидеть и понять, что никто, кроме нас, не изменит ситуацию. Только народ воедино может это сделать. Потому что мы находимся в закрытой комнате, в закрытом доме. И у нас, с одной стороны, производство дымят и оставляют огромное количество отходов. Атомные электростанции дают электричество, а потом отравляют и воздух, и землю будут еще долго отравлять, если куда-то в море не скинут. То есть энергетику нужно менять, надо дать энергетический, экологический способ добычи. Автотранспорт и железная дорога очень опасные и очень вредоносные в другом углу. А мы по центру этой закрытой комнаты пытаемся выжить. Хотя это наше детище, техногенная сфера, то, что в нашей же комнате вокруг нас. Но нам пора ее разделить. Оставить экологические технологии на земле, на живой земле – это место для жизни. А вредоносные технологии со временем, по проектам Анатолия Эдуардовича «Экомир» мы вынесем в ближний космос. Мы вынесем туда, где нет понятия экологии. И будем пользоваться теми пространственными ресурсами. Но на земле должно остаться только то, что похоже на жизнь. Потому что загрязнение окружающей среды, оно изживет наше здоровье, иммунитет и, так скажем, потомственность через поколение. Нам необходимо очистить вот этот закрытый купол и перестать там ссорить. Только осознанные люди, к сожалению, смогут участвовать в этом. Но я очень рад, что сейчас, коль вы это смотрите, значит вы ищете. И вы единомышленники, которые хотят изменить мир в лучшую сторону и верят в свои силы. Поэтому эту проблему мы тоже решим. У нас есть решение. Транспорт менялся, но за последние сотню лет особо сильно изменений не было. Мы пробовали новые возможности, как человечество. Но дорогостоящее что-то, что-то нерелетабельное. Много пространства занимает. Либо не очень безопасно. И все, что не полезно, оно отметалось, оно не продвигалось. Ну и, конечно, какую-то часть, поскольку транспортная отрасль самая дорогостоящая отрасль, но и самая коррумпированная, какие-то части экологических способов передвижения, электродвигатель, по чуть-чуть прикрывались и пропадали ученые. То есть мы знаем в истории, что это притеснялось. Поэтому, может быть, так слегка тяжело вериться в какие-то подобные вещи, потому что все это старались отметать в эпоху нефти. Но сейчас, работая на чистой энергии, мы сможем потребление на перевозке пассажиров и грузов уменьшить в 15 раз. Представьте, какая это экономия, больше, чем на порядок, полтора порядка. Это способ, чтобы у нас оставалось больше ресурсов. То есть мы проделываем больше работы, она происходит быстрее, и мы затрачиваем на это меньше ресурсов. Потрясающе. То есть если говорить как о бизнесе, например, то это вообще супер для того, кто им владеет. Но даже если рассматривать целиком и полностью просто жизнь на нашей планете, это огромные изменения, которые каждый из нас может сделать. И экономия еще, так скажем, можно не затрачивать. И вот уже экономия. При передвижении Юницкий понял одну вещь, когда рассматривал передвижение, что мы тратим самое большое количество энергии на сопротивление и разрушение окружающей среды. То есть мы сталкиваемся с воздухом и сила трения о поверхности Земли. И таким образом мы где-то 30% энергии при скорости 60 км в час тратим. То есть двигатель производит, а мы тратим его, чтобы сопротивляться, так сказать, сопротивляться, сталкиваться с воздухом и тереться об землю. Но это можно улучшить. И Юницкий изобрел фантастическую аэродинамику, потрясающую форму. И вывел транспорт на второй уровень. Смотрите. При 300 км в час транспорт, автотранспорт, будет затрачивать 90% энергии двигателя внутреннего сгорания на сопротивление. При столкновении с воздухом, снизу будет экранный эффект, будет завихряться таким образом воздух из-за сплошного полотна. И сзади будет турбулентность. То есть там будет разряженный воздух, как воздушная яма, в которую будет затягивать машину, как и воздух со всех сторон. То есть мы там только что были, нас там уже нету, и там еще не успевает воздух скопиться, и он нас как бы тормозит слегка. Вот. Вы могли, может быть, где-то видеть, как за огромными грузовиками едут велосипедисты и не крутят педали. Они вот в этой воздушной яме. Они могут не крутить педали и едут прям с той же скоростью. Их воздух подгоняет все ближе и ближе к транспортному средству большому. То есть это все тормозит очень серьезно. Анатолий Эдуардович вынес транспорт на второй уровень, и у нас не сплошное полотно, а две отдельных рельсы, например, берельсовый и транспорт. Получается, воздух проходит со всех сторон одинаково. То есть нет экранного эффекта снизу. Спереди из-за идеальной формы он как горячий нож масло разрезает и проходит вперед. А сзади из-за такой же подобной формы нет турбулентности такой большой. И получается, что она очень сильно снижена. И получается, можно сказать, идеальный коэффициент аэродинамического сопротивления. В 16 раз выше, чем у Bugatti Veyron, скоростного спорткара, одного из самых дорогих. То есть экономия фантастически вырастает. Чтобы не быть голословным, примерные расчеты Анатолия Эдуардовича. Представьте, микроавтобус. 14 человек. То есть достаточно много. То есть там 5-6 рядов. 100 километров преодолевают со скоростью 100 километров в час. И затрачивают всего полтора литра топлива. То есть представьте, какая экономия в одном городе за год, а во всем мире за год. То есть просто даже на общественном транспорте подобно. Но смотрите дальше, еще интереснее. Все автомобилисты, я надеюсь, сейчас смогут это представить. Ваш автомобиль, только там 6 мест. И очень комфортно, потрясающе. VIP-исполнение. Стоимость как джип приблизительно. Только 6 мест, и вам не нужно им управлять. Вы только сказали ему, что делать, нажали, сказали, и он поехал. Так вот, у вас 6 мест, огромных 2 багажа, места для багажа в начале и в конце. И вы преодолеваете 100 километров. И тратите всего 5,5 литров топлива. Вы скажете, ну, это нормально. У кого-то, возможно, даже экономичнее ездит транспорт. Но представьте, это со скоростью 500 километров в час. И полностью экологично, еще и гораздо безопаснее. Анатолий Эдуардович говорит, что данный транспорт в 2000 раз безопасней, чем автотранспорт. То есть, представляете, какие возможности открываются перед каждым человеком. Сначала государство и крупные корпорации будут закупать подобный транспорт. Но, то есть, в массе думы будут как проекты в городах, как какие-то ветки метро, либо как трамвай-троллейбус ветки проводят. Но потом мы сможем сами покупать данный транспорт и иметь личный транспорт, и на нем перемещаться по всей ветке. А мы соединим, дамы и господа, весь мир. И большой расход энергии, он очень серьезно уменьшится. То есть, это огромная проблема. Сколько сейчас тратится энергии на перемещение этих тяжелых грузов, железной дороги, автотранспорта. Это можно поменять. Этих четыре проблемы уже четко в понимании ученых. И чтобы двигаться дальше, нам нужно понять, все-таки получить последнюю точку, представить, что есть дорога. Точка А и точка Б. Нам необходимо сделать сообщение постоянное, хорошее, надолго. Для того, чтобы провести железную дорогу либо автотранспорт, нам придется всю флору и фауну сравнять вровень. И только после этого мы сможем начать работу. То есть, мы оставим, с одной стороны, заболоченные местности, с другой стороны, могут быть засушливые, потому что перебиваем грунтовые воды, мешаем миграции животных. Это очень серьезное вмешательство в жизнь, частью которой мы являемся, и которая на нас же отражается. Это каждого касается. После в 10 слоев мы должны положить определенный уровень дороги. То есть, все это дорогостоящее. Земляные работы очень дорогостоящее. И только после этого транспорт по вот этой прямой дороге сможет передвигаться и делать полезную работу. Вот так это выглядит в реальности. Вы можете почувствовать, как много энергии, ресурсов, времени человека, необходимое этим тракторам, эскаваторам, чтобы сделать хотя бы километр такой дороги. Либо как много энергии нужно, чтобы взорвать и проложить железнодорожный путь в скале. Это не вариант, когда можно сделать с не менее большой пропускной способностью транспорт без изменения всего этого, с минимальными ресурсами гораздо быстрее. И он будет эффективнее и безопаснее. Ну, прям сказка. Это сказка, которую мы сейчас успешно реализуем. Потому что с помощью струн мы между анкерных опор натягиваем струны, и получается ровная дорога. То есть с помощью этого можно передвигаться по технологиям Анатолия Эдуардовича. А все напряжение для того, чтобы вот это натяжение было, оно идет на земную кору. И у нас получается прямая прекрасная дорога, которой мы можем пользоваться все время, и ее нет, эксплуатационные расходы минимальны. Ее не заносит снегом. Она, если обленденевает, это никак не влияет на передвижение, потому что транспортное средство только поехало, и все отпало. Вот. То есть с помощью таких технологий мы сможем действительно изменить наше отношение и использование к нашей природе. Перед вами этот транспорт, который готов это изменить. То есть перед вами решение проблем, альтернатива, которую мы сейчас вместе с вами создаем. И ее показатели выше всяких похвал. То есть самые минимальные капитальные затраты на строительство, эксплуатационные затраты тоже минимальны, расход энергии на передвижение тоже минимальны, загрязнение окружающей среды самое минимальное, транспортная аварийность самое минимальное. И пропускная способность при этом, что грузоперевозок, что пассажироперевозок, наимаксимальнейшая. Больше вы можете узнать на сайте unitsky.engineer. Там находится очень много полезной информации насчет нашей технологии. То есть сейчас стоит рубеж, где народ, человечество объединяется для того, чтобы взять лучшее для себя. Потому что мы явно понимаем, что с транспортом, с сырой нефти, пластика, что-то не так. И это необходимо поменять. Поэтому сейчас 500 тысяч человек уже объединились вместе для того, чтобы создать новую экологическую технологию. объединились в Sky World Community и запускают сейчас только пока первую, но это будет еще множество экологических технологий и множество адресных проектов по всему миру, которые сделают жизнь на Земле действительно на порядок качественной. Мы вместе с вами создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Это слова нашего генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого. Мы уже создали транспорт, который перевозит людей. Сейчас уже тестируется, который перевозит грузы в Объединенных Арабских Эмиратах. И этот транспорт уже опробован, так скажем, лично мной и несколько других транспортов. То есть это действительно все работает. И это в Белоруссии, в Марьиной Горке, 60 километров от Минска. Целый полигон экологический, где совместно находится все живое и экотехнологии. То есть перед вами транспорт, который сможет уберечь мир, уберечь флору, фауну и человека и полностью освободить нам безопасное пространство на первом уровне. То есть расширить наши возможности безгранично. Представляете, что мы даже в городе сможем иметь пищу, чистую, чистую, здоровую пищу. Так же, как и вообще наши города могут измениться, что у нас внутри города, там сейчас стоят скамеечки и тротуары, могут быть лужайки и плодовые деревья. Это все в наших силах. И, конечно же, не волнуйтесь, этот второй уровень, он даст нам огромную безопасность, потому что есть... То есть что бы ни случилось, вы останетесь на данной... в транспортном средстве и в полной безопасности. Есть противосходная система, мотор, колеса электрические, которые всегда друг другу помогают. И все в перестраховке. То есть даже если один или два таких откажут, то вас доставят до места назначения. И также транспортные средства могут бассировать друг друга. То есть все продумано. Прочность десятикратная наших струн. То есть Юницкий за несколько десятилетий продумал абсолютно все. Взял лучшее, что можно из технологий и свойств, и объединил это вместе. Так выглядит одна из наших путевых структур, полужесткая. В ней струны, пучки струн, предварительно натянутые, поменьшены в корпус рельса и заполнены специальным наполнителем, который фиксирует в определенном месте струны, упрочняет стенки, поглощает шум. То есть рядом с нашими трассами и транспортом не будет шумно, будет очень комфортно. И консервирует, то есть чтобы простояло дольше, чтобы не было никакой коррозии. И сверху на этот корпус рельса, где все находятся, помещается головка рельса, по которому идет стальное колесо с самым высоким коэффициентом полезного действия. Стальное колесо по стальному рельсу. Разные виды трасс существуют. То есть под разный пассажиропоток, в разных местностях, в разных климатах. Есть вот, например, в самой нижней, легкая провисающая, 400 метров между опорами. Это сейчас уже вот я лично катался. То есть представьте, 400 метров любого ландшафта. Вы можете любые овраги, реки, озера с берега на берег перемещаться. И не нужно ничего строить снизу. Просто опора тут, опора тут. Натянули трассу и, так скажем, струны, и трасса готова. Вот. Также есть, например, как по центру, берельсовая ферма. То есть для более тяжелых, широких транспортных средств. Также может быть подвесная и навесная. То есть идти сверху и идти снизу. Таким способом, например, сверху могут быть многосоставные, как сейчас у нас делается трасса для пассажирских перевозок. 25 мест в транспортном средстве и составные 200 мест. То есть 8 таких модулей. И они в поезда, либо грузовые поезда, так же само, могут составляться и передвигаться, так скажем, целым конвоем. То есть под каждую задачу Анатолий Эдуардович изобрел свои изменения. И сейчас успешно мы подходим уже к завершению, так скажем, строительства многих видов и сертификации их. Перед вами транспорт, который полностью работает, который создали люди с нуля. То есть 4 года назад, когда я узнал об этой технологии, еще не ездил ни один транспорт. То есть мы это сделали сами. Действительно люди взяли и своей энергией, материализованной, взяли и осуществили то, что вы сейчас видите. И именно с помощью с этой, с Анатолием Эдуардовичем Миницким, мы вот уже добираемся до 15 этапа, до последнего. Это наше светило, потому что множество гениальных технологий, не только одна. Более 200 изобретений, множество монографий, несколько грантов ООН попало в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия», 100 выдающихся лидеров России. То есть человек и ученый с большой буквы, который всю жизнь посвятил науке для того, сделать жизнь на этой планете лучше для всех, для всего живого, а не только для человечества. И он осознавал эти проблемы. Глядя и понимая научным способом жизнь, он понимал и чувствовал, как будут эти проблемы развиваться. И понимал, что им необходимо решение, иначе наступит точка невозврата, когда мы не сможем нашу планету сделать снова прекрасной. И поэтому он уделил очень много времени изучению, разработкам и распространению по всему миру. То есть побывал на разных континентах и в поиске единомышленников, чтобы как можно скорее начать строить экологические технологии и заменять вредоносные технологии на новые, полезные. И, к сожалению, в нашем коррумпированном мире, где-то, может быть, жадном или глупом мире, далеко не каждый смог понять великие изобретения и предложения Анатолия Эдуардовича. Но сейчас с помощью народного финансирования мы действительно объединились. И уже сейчас, в 21 веке, в 21 году, мы имеем сертифицированный транспорт уже в нескольких регионах на государственном уровне и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Белоруссии, Республике Беларусь. Мы создали закрывающую технологию. Знаете, что это такое, дорогие друзья? Это технология, которая начинает работать на пользу человека без его участия. То есть с минимальным участием. То есть технология, которую поставили на поток, и она может приносить огромную часть пользы, забрала какую-то работу у человека, и у человека стало больше времени, и он получает больше эффективности от процесса, который автоматизировал. Так вот, у нас сейчас есть суперинтеллект, общая система, как рой множества транспортов и трасс, которые подключены друг к другу, общаются, можно сказать, и коммуницируют. Каждая анкерная опора и промежуточная опора, каждое транспортное средство, вместе, сообща, с помощью искусственного интеллекта и заложенного в него алгоритмов, предпринимает решение, как действовать дальше в той или иной ситуации. То есть убирается человеческий фактор и делается максимально, то есть система максимально научена делать свое дело хорошо и освобождает нам все время. Закрывающие технологии освобождают обычного человека, народ освобождает, и у нас становится гораздо больше времени. К сожалению, такие технологии у нас очень сильно в 20-м, в 21-м веке приземлялись, скрывались, поэтому мы делаем очень серьезный прорыв и делаем его очень конкретно. Слава богу, что у нас такой серьезный руководитель и инженер-изобретатель. То есть данное транспортное средство дает нам фантастические возможности и полный комфорт. Около 250 датчиков внутри для того, чтобы все с нами было хорошо. Ну и, конечно же, в любом месте, если что, мы сможем спуститься с данного транспортного средства. Есть специальное еще устройство, по которому мы можем в любой момент в аварийной ситуации выйти прямо с путевой структуры. Еще пять лет назад не было, так скажем, завершено ни одного транспорта. А сейчас, хотя за пять лет некоторые компании за миллиард или даже два могут сделать только одно транспортное средство, например, пикап. То есть от стадии начала до стадии выхода на рынок. Мы в данном случае сделали 16, разработали 12 в железе пассажирский транспорт, грузовой транспорт. И сейчас он уже весь существует, он уже тестируется, отчасти сертифицирован. Представляете, за шесть лет сделано такое количество работы. То есть как серьезно Анатолий Эдуардович все это дело рассчитал, продумал, что за минимальные инвестиции, в несколько раз меньше, чем на один этот пикап, мы умудрились сделать такое. И при том не только транспорт, но и трассы. То есть вся инфраструктура, стрелочные переводы, станции, анкерные промежуточные опоры. То есть это целая-целая транспортная инфраструктура. Фантастически быстрое развитие, дамы и господа. И очень быстро и успешно получаем мы сертификаты для того, чтобы было позволено по юридически, так скажем, на бюрократическом уровне строить как можно скорее, как можно больше наши прекрасные струнные небесные дороги. И одна из важных побед – это еще один сертификат только уже из Объединенных Арабских Эмиратов про нашу легкую провисающую трассу с нашим ВИП-транспортом в тропическом исполнении, который уже скоро, в течение месяца, будет первой проезды наших партнеров. Мы повезем туда с командой организаторов множество людей, более ста человек, чтобы увидеть и прокатиться на тропическом транспорте, который уже действительно на государственном уровне Объединенных Арабских Эмиратов сертифицирован. И уже в этом году мы услышим про несколько адресных проектов, которые там будут. Это заявление нашего генерального конструктора Анатолия Эдуардовича. И, конечно же, уже сейчас мы имеем возможность все это реализовать, потому что около тысячи человек, штат сотрудников в нашей компании, множество офисов, более 10 тысяч квадратных метров, более 80 конструкторских бюро. То есть множество людей, высококлассных специалистов и молодых специалистов, которые сейчас здесь уже за несколько лет обучились передовым направлениям, очень мощные компьютеры, потрясающее железо, передовое программное обеспечение, например, 3D Experience от Dasal Alta. То есть полное прослеживание и разработка каждой детали и каждого продукта от момента создания и в момент эксплуатации, так скажем, на будущее. Как много людей с разных стран в одно и то же время могут подключаться к одному и тому же проекту и работать вместе и сообщать. То есть огромные возможности, и работаем действительно на передовом уровне. Новое офисное здание девятиэтажное, Unisky Stream Technology. Но также мы с вами, все те, кто поддержали либо поддержат данную компанию, стали совладельцами. Совладельцами не только офисных зданий и штата, но и разработок технологий, но и производства. Целых три завода уже у нас есть, которые мы можем, так скажем, которые уже делается наша продукция. Все путевые структуры и наши подвижные составы. Вот. Они уже расширяются, и у нас есть множество станков, некоторой стоимостью по 500 тысяч долларов. лазерные принтеры, 3D принтеры и лазерные резки, специальные гибки. То есть мы создаем, можно сказать, как самолеты, супер аэродинамичные транспортные средства с потрясающими формами, потрясающим технологиям, и все это уже оборудовано, все это уже наше. Мы это можем использовать в дальнейшем. Как только компания заканчивает 15-й этап, она выходит на самофинансирование и начинает делать, так скажем, продукцию на весь мир. Осталось чуть-чуть просертифицировать ее на наших полигонах в Белоруссии, который в 2016 году еще был бывшим толковым полигоном, а сейчас это цветущий рай, где технология и экология совместно раздеваются. А в 2021 году, сейчас, это вообще у нас один из прекраснейших парков, где уже есть и испытательные центры, дополнительные эко-дома. И то есть возможность использования этой технологии, точнее этих технологий, показывают нам, что вот, города меняются, города меняются прямо на глазах, и можно рядом строить, рядом трасса, транспорт, и рядом экологически чистые продукты. То есть это сейчас вот уже видно, мы это доказали. Поэтому лишь первая технология, транспорт, следующие технологии, как эко-дом, гумус, линейные города, да, эко-поселение, это тоже мы сможем развивать после окончания 15-го этапа. Вот. Если кто-то хочет узнать больше о том, что происходило, например, на момент 20-го года, то, пожалуйста, EcoFest 2020 онлайн. Для вас вы сможете увидеть, так скажем, разные включения из эко-парка в Шарджи, во Вивианах Арабских Эмиратах, и из Белоруссии, где что двигается, что происходило за год, как справились с какими проблемами, чего достигли, какие планы. Потому что, если вы посмотрите это, то уже через несколько недель будет эко-фестиваль в Объединенных Арабских Эмиратах. И EcoFest 2021, на котором мы тоже будем присутствовать, и оттуда будут уже новые новости. Причем очень интересные и серьезные. Там потрясающие. Уже сейчас. Так что поизучайте, пожалуйста, чтобы быть готовыми к следующей порции действительно важной информации. Каждый год мы собирались вместе для того, чтобы получить данную информацию от Юницкого и компании о продвижении, о том, как наши ресурсы, как наши успехи помогли развиться нашему проекту. Такому важному. Ну и, конечно, не только мы приезжаем в Белоруссию и в Объединенные Арабские Эмираты. Мы также с технологией ездим в разные страны. Уже 18 международных выставок посетила компания Unisky Street Technology с нашим транспортом. И одна из самых больших из них это Берлин инотранс, 2018 год. 160 тысяч квадратных... 160 тысяч человек на 183 тысячи квадратных метров. Это такая в Берлине, у колочек Берлина, где проходят выставки, внутри автобусы ходят. И из 3000 стендов приблизительно мы были одни из самых посещаемых, потому что это действительно инновация. Сначала кто-то говорил, пока она была закрыта, белорусы ракеты привезли. А на самом деле это скоростной инновационный транспорт, который мы представили. Весом всего лишь 5 тонн и делающий огромную работу. У нас было всегда столпотворение, потому что там собираются больше всего люди с разных уголков мира, связанные с транспортом. И это было ноу-хау. Многие были в восторге. У нас всегда было очень много народу, забито, прям даже небольшие очереди. Ну и вот даже по фотографии вы видите, что из соседней компании к нам полное внимание. То есть не на свой продукт и представление его, потому что пусто, а все у нас. Из 25 делегаций из 18 стран опять же все были у нас. Потрясающее мероприятие, которое дало огромное, огромное, так скажем, движение, еще ускорение в продвижении нашей экологической технологии. Опробовали этот транспорт, полный улет. Это вип-исполнение. Внутри находишься в потрясающе удобной сидении, его можно менять под себя, смотреть вокруг, как ты с 500 километров в час скоростью передвигаешься по нашей природе на определенной высоте. Это, то есть ощущение, находясь там, видя карту, понимая, как это работает, что ты свободен, ты уселся и ты будешь ехать. Это действительно приносит фантастические ощущения. Тем более понимая, что мы сами это делаем, дамы и господа, для себя же. И будем еще на этом очень серьезно зарабатывать на улучшении мира. И чем быстрее, тем лучше для мира. Чем быстрее, тем лучше для нас. Ну, прям максимальный экологический проект во всем, во всех пониманиях. Это же понимают и Объединенные Арабские Эмираты, которые очень серьезно за последние несколько лет, так скажем, совместили поддержку и теперь вместе мы делаем очень важное дело. Нам выделили огромный участок земли, где уже сейчас четыре трассы строятся, а точнее, одна из них уже окончена и просертифицирована. И в скором времени в течение месяца там уже будут кататься наши самые активные партнеры компании Skyworld Community. Когда я узнал, что будут делать из-за небольших, так скажем, нам не дали разрешениями делать скоростную трассу в Белоруссии, и поэтому пришлось переходить, искать других единомышленников. И попав сюда, я думал, что это будет строиться очень долго, хотя весь этот проект феноменально быстро разработали и очень-очень экономично, менее чем за полгода, по-моему. Они взяли и очень быстро реализовали его. То есть он, точнее, еще не реализовали, а он в большой-большой скорости развития. Мы были там в 2019 году, делали мероприятие для 100 человек с 18 стран, которые с разным менталитетом, разговаривающие на разных языках, но собрались совместно, чтобы понять, как общими усилиями, со всеми даже сложностями работы всего мира вместе можно продвигать подобные технологии народным способом. Ваш покорный слуга отвечал там за здоровье наших участников, наших партнеров и за их энергичность, за дыхательные практики и наши занятия йогой и зарядкой, чтобы целый день максимально эффективно познавать знания, работать друг с другом и ускорять эту нашу возможность сделать лучший мир на планете Земля с помощью быстрого экологичного транспорта. Мы были там в 2019 году, и там уже стояли первые опоры, но это буквально самое начало, потому что Анатолий Эдуардович рассказал, как будет идти строительство и вот что мы видим сейчас. И уже буквально спустя какое-то время, работая на этих шерстлонгах с коллегами, подготовившись к следующему дню, мы понимали, что этот город очень быстро и построит, и сертифицирует, и примет этот транспорт. Он готов к нему. И не потому, что очень богатый, потому что это самая экономичная технология, а потому что они стремятся к лучшему, к наисильнейшему, к наиэффективнейшему. И так оно и произошло. Нас представили на правительственном саммите в Дубае в 2019 году и сделали, так скажем, это была одна из двух инноваций в электротранспорте. И после этого мы получили, так скажем, заказ-адресный проект в Дубае-Марина, то есть в бизнес-центре Объединенных Арабских Эмиратов. 15 километров, 21 станция будут проходить и мимо этих потрясающих высоток и даже сквозь них, потому что у нас есть такая возможность. То есть представьте, можно будет остановки делать в высотке. То есть правильно располагается трасса, проходит сквозь высотку, в одном этаже делаются все необходимые двери, так скажем, как станция, и транспорт без всякой нагрузки на это здание просто в определенный момент останавливается, делает посадку, высадку и двигается дальше. Фантастическая технология, которая придет во всех городах и странах в нашем мире. И, как говорил Анатолий Эдуардович, если вы закроете глаза и раскрутите глобус, и попадете в любое место пальцем, это будет то место, где есть транспортные либо энергетические проблемы, с которыми мы можем помочь. И сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах мы видим сертифицированный транспорт. За сертификацией наблюдают уже множество стран, партнеров, особенно из тропического климата, потому что видят, насколько быстро движение, и нужно уже быть готовым к адресным проектам, то есть сразу стоять в момент сертификации, завершения, уже стоять на пороге, так скажем, уже иметь адресный проект, который сразу же будет строиться, потому что с такими характеристиками и с таким успехом будут разбирать наши адресные проекты, так скажем, нашу компанию, производственные мощности ее очень серьезно. Возможно, на первые годы вообще у нас будет очень-очень много работы именно в тропическом климате, потому что там уже есть огромный интерес, огромный ажиотаж стран, которые готовы за это серьезно платить. Просто представьте, как измениться экономика страны за год, где построили подобный транспорт и где не построили, где пользуются старыми, традиционными видами транспорта. Вот, то есть перед нами стоит огромное благое дело с огромной прибылью, особенно если мы берем в учет грузоперевозки, ведь это ноу-хау, один доллар за 100 тонн на километр для всех грузовых и грузоперевозочных компаний это действительно очень серьезная новость, потому что такое показывают впервые, и мы сможем автоматизировано перенаправлять все эти грузы, то есть весь пассажиропоток и грузопоток может быть существующий, перенят на наши струнные транспортные системы. Представьте, насколько здорово, как это здорово, так скажем, подстроено Анатолием Эдуардовичем, чтобы мы действительно могли сделать очень быстро эти необходимые изменения в нашем транспорте. И представьте, всего несколько человек смогут управлять сотнями, тысячами запрограммированных транспортных средств, которые имеют очень, так скажем, гибкий искусственный интеллект и смогут полностью всю работу полезную делать сами. То есть это наше будущее, которое уже здесь сейчас, уже сегодня. И создали мы его вместе, мы его создаем. Но сейчас 14 этап, поэтому у каждого есть возможность включиться в это больше, сказать пару слов своим единомышленникам, своим знакомым, своим родным о том, что существует, пригласить на презентацию, чтобы они увидели, что за чудо сейчас создается. наши будущие линейные города, это, так скажем, как только мы закончим с транспортом, сразу пойдут новые проекты. Этот уже начнет приносить прибыль и выйдет на самофинансированные, и ему никакая помощь не нужна будет. А у нас будет возможность двигаться дальше. Представьте, полмиллиона человек уже сейчас, которые понимают в инвестировании, которые понимают в экологии, которые создают экологические технологии по всему миру, и получают за это много пользы. Огромные перспективы. И множество людей и представителей из разных стран Азии, Европы, Африки, тропического климата уже приезжают к нам в экотехнопарк прокатиться, посмотреть, как работает система, как работает транспорт в наши эко-дома. То есть даже при пандемии и ограничениях движение в этом направлении идет и действительно интересует. Уже очень скоро в этом году мы узнаем фантастические новости о продвижении адресных проектов и их реализации в Объединенных Арабских Эмиратах. Уже очень скоро у нас будет это в... Я думаю, что на Экофесте обязательно представят такие новости. Наши сильные стороны увеличиваются, наши слабые стороны все больше исчезают и уменьшают, как таяние снега весной, возможности растут и вылезают все новые, как поснежники той же самой весной. Ну, а опасности? Опасности становится все меньше, потому что компания становится все крепче и крепче, все больше сертификатов, все больше партнеров, которые готовы, несмотря ни на что, работать с нами и достигать наивысших результатов в транспортных технологиях. Мы создаем инновационный, надземный, скоростной, самый безопасный, самый экономичный, самый легко интегрируемый куда угодно и самый экологически чистый транспорт на планете, а может быть и в истории человечества, которым только за 21 век мы сможем сделать больше 20 миллионов километров дорог, потому что это просто и по ресурсам займет очень-очень мало, так же, как и по землеотводу. Представьте, на километр пути нам нужно будет землеотвод как тропинка для того, чтобы пройтись, а все остальное пространство останется в безопасности и полностью живым для нас, для наших детей, для флоры и фауны. 14 этап. Пожалуйста, если вам какая-то из этой информации, хоть какая-то часть была полезна, поделитесь ей с другими. Пусть человек сможет сам решить, как ему воспользоваться подобной информацией. Пусть каждый на планете хотя бы один раз услышит о подобной технологии, о компании Sky World Community, об объединении людей, которые делают мир лучше с помощью экологических технологий. Ведь вы бы хотели такой мир, где мы в безопасности, где наш первый уровень там, где мы живем, принадлежит нам, и мы можем спокойно гулять с нашими детьми, не боясь за дорогу, где будет чисто дышать в наших городах, где мы быстро сможем добираться в любой точке в любую точку, как в линейных городах, например. Там такая логистика, что вы из любой точки в любую точку можете либо без пересадки, либо только с одной пересадкой добраться. Представьте, как это разумно. А при том еще со скоростью 150 км в час или междугородным 500. То есть это все нас ожидают уже в самом ближайшем будущем. Вопрос, хотите ли вы это ускорить? Тогда стоит только поинтересоваться, и вы поймете, что все реально, и вы поймете, что самое время ускорить это. Это в наших силах, дамы и господа. Везде, где будет данный транспорт, будет все необходимое для человечества. А этот транспорт мы сможем строить действительно где угодно, в любых условиях. Перед вами будущее. И как быстро оно настанет, зависит от каждого из нас. Компания SkyWorld Community. Это та компания, которая сейчас, в 21 году, в такое непростое время, действительно может и дает работу абсолютно каждому человеку. Причем благостно делать миру добро, улучшать его абсолютно любому человеку, с абсолютно любым образованием, на абсолютно любом языке, из любой страны мира, в любое время, с любым другим человеком. Передавая знания из одного места другим людям, распространяя их, вы можете делать мир лучше и получать неограниченные вознаграждения. То есть, это та компания, то сообщество, которое сейчас, в 21 году, в 21 веке, дает огромное количество работы, возможности, в очень благостной деятельности. Поэтому подключайтесь, интересуйтесь, приглашайте своих знакомых, близких, друзей. Это ближайшие презентации, которые будут в этом месяце. ждем вас с несерпением, с Владиславом Волковым. Обязательно подключайтесь к его встрече. Очень интересно проводит, поскольку у человека есть инженерное образование, и он с самого начала, так скажем, данного проекта. Это лишь начало, дамы и господа. Вскоре весь мир изменится. И когда наша технология транспортная станет уже полностью на самофинансировании, и просто будут только появляться больше и больше адресных проектов, а мы будем только строить и расширять наше производство, чтобы справляться с этими адресными проектами, перенастраивать наш мир и транспортные отрасли на более разумную, разгружать наши города и добираться туда, куда еще тяжело добраться. Мы начнем развивать после этого эко-дома. Возможно, какими-то подобными международными проектами. Эко-дома, которые сами себя обеспечивают с озеленяемыми крышами, с зелеными участками для создания пищи. Эко-поселения и линейные города. Кластеры для тысячи, пяти тысяч человек, находящиеся рядом, связанные между собой междугородним, быстрым, скоростным транспортом и полная экология внутри, полная безопасность для флоры, фауны и человека. Это тоже технология Анатолия Эдуардовича. А далее, оставляя технологии экологические вместе для жизни наша планета Земля и ее поверхность, выносить вредоносные техногенные сферы, вредоносные технологии, какие-то производства, то есть то, что не должно находиться там, где жизнь и процветание этой жизни, будем выносить в ближний космос, там, где нету понятия экологии, на орбиту Земли, на ближнюю орбиту. И это тоже технология Анатолия Эдуардовича. Мы сможем объединить всю планету, тем более, что это делает сам народ и продвинуться к технологиям, которые дадут нам безграничные возможности для нашей цивилизации, чтобы стать воистину космической цивилизацией. Это все есть в эко-мире Анатолия Эдуардовича Юницкого. Стоит лишь только поизучать. Но сначала закончим с транспортом. Надеюсь, в скором времени вы будете частью данного движения. 15-й этап очень скоро. Скоро не будет возможности участвовать в данном транспорте. И если вы помните с первых слайдов, компаний, которые сделали наш мир, который он есть сейчас. После всего того, что вы увидели и услышали сегодня, подумайте, может быть, перед вами технология и компания, которая до неузнаваемости в лучшую сторону изменит этот мир. Хотите ли вы быть частью этого? Тогда мы ждем вас. Большое спасибо за внимание, дамы и господа. С вами был Артем Курбанов из Даурпелса, Латвия. До новых встреч!